ПРОРОЧЕСТВА Напоминаю, недавно я начал большой цикл публикаций о пророчествах в рамке популяризации ноосферного мировоззрения, сторонником которого являюсь. Эти публикации очень хорошо пошли. Я успел рассказать о пророчествах великого советского ученого и писателя Ивана Ефремова, Вольфа Мессинга, Ванги, Нострадамуса. И дальше расскажу о пророчествах и других великих пророков. Но уже ясно, что многое нужно уточнить. Начать здесь нужно с чего? С позиции ноосферного мировоззрения пророчества – это вполне научное явление. Информация может поступать из будущего, если использовать методику, которая сегодня в науке называется гипнотической прогрессией. Иноосферное мировоззрение исходит из того, что в этой методике очень большое научное будущее. Но об этом лучше посмотреть и почитать в моих предыдущих публикациях данного цикла. Они есть как в текстовых, так и в видеоверсиях. Но начав этот разговор, я практически сразу вышел на то, что эти пророчества, и добавлю, и не только эти, но о других мы поговорим позже, уже стали предметом серьезных политических противоречий. И это неудивительно, если знать историю России. С позиции коммунистической идеологии, а точнее так называемого научного коммунизма, который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму, но которого, увы, продолжает исповедоваться КПРФ, никакие пророчества невозможны вообще. Это, дескать, лженаучная мракобесия. С позиции православия ситуация сложнее. Пророчества возможны, но не всем пророчествам можно верить. И не только потому, что пророки ошибаются. Возможны злонамеренные лжепророчества, идущие от демонов. Вернее, православные терминологии от бесов. И для придания достоверности лжепророчествам, подрывающим веру Христову, бесы вначале внушают людям пророчества, которые подтверждаются. В православии это называется прелесть, то есть прельщение бесами. Должен добавить, что вообще-то понятие прелесть в православии куда шире, чем понятие пророчества. И об этом есть богословские исследования. Самой, пожалуй, авторитетной работой об этом является работа епископа Игнатия Бринчанинов о прелести. Он жил в XIX веке. А в 1988 году, еще в Советском Союзе, он на поместном соборе прославлен РПЦ в лике святителей. Вот, кстати, как он выглядел. И, кстати, РПЦ тоже считает его пророком. И у него тоже есть пророчества как раз по нашей с вами теме. Но добавлю, РПЦ, похоже, очень не рада скорому возможному приходу белого всадника. Но об этом, надеюсь, мы поговорим в свое время. Ну и понятно, здесь неизбежно возникает вопрос, как отличить от прелести настоящее пророчество. И, должен сказать, за много лет изучения этой проблемы мне не удалось найти ни одного объективного критерия. По сути, РПЦ утверждает, что такое по плечу только специально подготовлено на священнослужители. И самое главное, больше никому. Ну и понятно, это позволяет объявить прелести любые пророчества, которые не отвечают интересам Путина, Гундяева и номенклатуры. Что активно сейчас и делается. И делается вовсю. Это очень хорошо видно на примере именно известной слепой болгарской пророчественницы Ванги. Напоминаю, вот как она выглядела. А также напоминаю, что еще в 1996 году она предсказала, что либо в середине 20-х годов, либо в их второй половине Путин уйдет. И придет новый, действительно великий лидер, который даст сначала России, а потом всему миру, совершенно новую идеологию. Эта идеология, наконец, позволит создать разумно и справедливо устроенное общество. И вначале такое общество будет создано в России, а потом и во всем мире. Я уже рассказал об этом в публикации. Пророчество Ванги, скорый уход Путина и приход белого всадника. Или еще одно подтверждение пророчества Ефремова. Ссылка на этот ролик будет от публикации. Вот фрагмент об этом предсказании Ванги. Пророчество Ванги Ванга предсказывала о разных вещах. Про Россию она сказала еще в 1996 году. Она говорила, что в России объявится человек. Он принесет новое учение, но это учение древнее. Вследствие этого все остальные религии исчезнут с лица земли. А новая религия будет рассказывать о порядке и мире. Россия вернется к социализму, но в новой реформе. Он будет основан исключительно в духовных и природных законах. Никто не оставит нашу державу. И даже в 30-х годах нынешнего века Америка признает всю силу и мощь нашей страны. Наша страна же со временем станет единственной на всей планете. А название ей будет Русь. Изменится практически весь уклад жизни населения. Люди научатся жить в мире, а конфликтов будет крайне мало. Несмотря на то, что Ванга не жила в России, она все равно увидела, что через время наша родина использует весь свой потенциал. И произойдет это совсем скоро. Ну и понятно, меня тут же заинтересовало, что об этом предсказании говорит русская православная церковь. И вот я сразу обнаружил. РПЦ объявляет Вангу даже не просто прельщенную. Она ее ни больше, ни меньше объявляет слугой сатаны. Вот характерный фрагмент об этом из ролика православного хищенника Владислава Берегового. Он, кстати, там приводит на его взгляд доказательства этого. Батюшка верит ли предсказаниям Ванги? Нет, вы что, это слуга сатаны. Я удивляюсь, как на нашем телевидении ее популяризировали. Ну и до этого она была популярная. Да, я понимаю, что для Болгарии это национальное достояние. Дело ее живет. Но все, что она говорила, все спокойно могли и делали, и предсказывали бесы. Когда митрополит Волгарский приехал к ней навестить умирающую, она требовала, чтобы он снял с себя мешочек, коробочку, в которой находился частичка чистого желтворяющего креста, хотя он еще за километры там был. То есть убери это, не входи с этим. То есть она чувствовала благодать и идет от нее коробило. По делам их узнаете их. Поэтому не верьте, не смотрите, не слушайте, бегите от этих пророчеств. Пророчества от предсказаний отличаются кардинально. Я уже не раз говорил, но сферное мировоззрение богоборчество. И думаю, пора на этом остановиться подробнее. Если кому не понятен мудренный термин «богоборчество», поясняю. Оно исходит из того, что если тот, кого в том числе и православные люди, держат за Господа Бога, реально существует, то он, извиняюсь, законченный подонок. И исходит из того, что с его властью нужно бороться. Почему и богоборчество? В этом, кстати, абсолютно ничего нового. Богоборческие религии существовали всегда. И существует по сей день. Самой известной такой религией является гностицизм. И в мире сегодня есть немало гностических церквей. Но об этом что научные коммунисты, что православные люди почему-то по сей день предпочитают молчать, как рыба в лед. Если кому интересен этот вопрос, рекомендую для начала посмотреть два моих ролика. В образе Иисуса Христа на землю на самом деле приходил Сатана, и в образе Иисуса Христа на землю на самом деле приходил Сатана 2. Ссылки будут под этим роликом. Бороться с властью Господа Бога с позиции ноосферного мировоззрения нужно потому, что он всё живое в нашем мире обрёк на вечное страдание. Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы» сформулировал эту мысль так. Получить лучшее, а создать совершенство, природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни. И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех. И по мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его. Какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели, ничто перед миллиардом лет страдания. Иван Ефремов называет это положение инферном. Но в такой литературе есть еще одно его название. Искажение. Но у Ивана Ефремова, как нетрудно заметить, это замаскировано. Да и как иначе. Роман «Лезвие бритвы» был изнан в Советском Союзе в 1963 году. Куда откровеннее Ивана Ефремова здесь были его ученики, братья Стругацкие. Они еще в перестроечные годы открыто заявили, что из всех мировоззрений, выработанных человечеством, им ближе всего гнастицизм. И в 1988 году издали откровенно гнастический роман «Отегощенный злом» или «Сорок лет спустя», который стал их последним совместным произведением. Впрочем, на мой взгляд, даже в этом романе туману у них все-таки многовато. Откровеннее всех здесь был другой ученик Ивана Ефремова, Олесь Берник. Сегодня его часто называют «Украинский Ефремов». Он умудрился издать откровенно богоборческий роман «Звездный корсор» в 1971 году в Советском Союзе. И есть мнение, что именно за этот роман, а не за работу в украинской хельсинской группе, он и схлопотал 4 года тюрьмы. Я, кстати, с этим мнением согласен. Добавлю, это единственный советский роман, который возвращает доброе имя сатане. У Берника в мире роман он, понятно, реально существует. Его там зовут Гориор. У него он один из главных героев романа. И он там, у него есть этот самый звездный корсор. Ну или космический пират, как кому больше нравится. Космический пират в прямом смысле этого слова. Ну, понятно, благородный пират. В 1994 году Берник, кстати, издал продолжение «Звездного корсора» роман «Камертон Дашбога». Вот, кстати, как выглядел Олесь Берник. Но он должен сказать, что после этого данная тема в нашей литературе опять схлопнулась. И я однажды решил вмешаться. В этом, в 2023 году, у меня вышла научно-фантастическая повесть «Орин», которая тоже возвращает доброе имя сатане. У меня сатана там тоже. Один из главных героев, и его зовут Кроль Орла. Он там у меня вет, ну или шаман, как кому больше нравится. Большого первобытного племени. Действие повести происходит 40 тысяч лет назад. В Арктиде. И затронула я там и пресловутую тему прелести. Это беседа одной из главных героин повести «Тейрин» и как раз «Кровь Орла». Сейчас я зачитаю цитату полностью. Всех богов, кроме Творца, объявили демонами. И у людей, обладающих высшими способностями, нет выбора. Прелщенные, одержимые и служащие демонам подлежат уничтожению. Об этом есть много богословских исследований. И разработаны методики выявления таких. Методики учат, что главный признак духовного падения – гордыня. И в основе лежит выявление пресченных. Жрецы учат служение демонами. И одержимость начинается с прельщения. Вернее, как они говорят, прелести. Расскажи об этом, пожалуйста, подробнее. Прелесть состоит из трех фаз. Первое. Мнение. Или здесь, вернее сказать, само мнение. Павший умнение считает, что он умный человек. Многое знает. Многое умеет. То есть, павший умнение считает, что превосходит обычных людей. И не только обычных. Жрецы кара уже учат, что каждый из нас никто, ничтожный раб Творца, узнанул грехи и пороки. Невероятно слаб. И главная задача – спасать свою душу от того, чтобы грехи не погубили ее. Женщина же пала намного ниже мужчины. И должна быть рабой не только Творца, но и своего мужа. Поэтому падение женщины умнение опаснее, чем у мужчины. Для того, чтобы не погубить душу, нужно все глубже осознавать свое падение, меру своего ничтожества и величия Творца. То есть, чем больше уничижения перед Творцом, тем больше шансов спасти душу. Именно это уничижение, или как они говорят, смирение, они и называют главным достоинством. И прежде всего смиренным нужно быть перед их властью, поскольку их власть и власть Эркара от Бога. Мама увлеклась, а говорила очень эмоционально. Ори никогда не видел ее такой. Тут я сделаю пропуск. Собеседники повести у меня несколько отвлеклись, обсуждая, так сказать, политическую ситуацию, сложившуюся 40 тысяч лет назад. Но продолжим. Вторая фаза прелести – мечта. Павший в мечту начинает воображать, что может применить свои знания, умения, способности, для того, чтобы помочь многим людям и даже многим народам. Ему начинает казаться, что он знает, как сделать жизнь людей и народов счастливее. Эта фаза намного опаснее. Именно мечтатели чаще всего придумывают ереси, подрывающие веру. И здесь уже остается один шаг до самой страшной и отвратительной фазы, собственно, прельщения. Именно к мечтателям демоны выходят на прямой контакт, предлагают им помощь и сотрудничество в разработке и воплощении ересей. Или внушают новое. Самое же страшное и подлое, если демоны принимают образы Творца и его эонов. И начинают учить, что неправы Эркар и его жрецы, пытаясь уничтожить святую веру именем Творца. Кровь орла покачал головой. Эта гнусная вера, объявляющая мечту и красоту, искушением, прельщением и соблазном, приходит в мир не в первый раз. Тихо сказал он. В мире нет ничего важнее и драгоценнее красоты. Она единственная, что способна помочь великой матери однажды победить искажения. Мы, веды, давно знаем о ней и всегда успевали поставить заслон. Но вот первый раз это не удалось. Яд вошел в душу людей и народов. И отравленных все больше. И уже далеко не только в Миклэнде. Из отравленной чаши пьет все больше людей и народов. Вет надолго замолчал. Надеюсь, эта цитата помогает понять, зачем РПЦ и номенклатуре понадобилось понятие прелести. Почему они уже вовсю начали его пропагандировать. Но, к счастью, неудачно, что уже тоже видно невооруженным глазом. А нам, обычным людям, прежде всего нужно помнить одну простую вещь. Кому выгодна та или иная политическая, идеологическая и религиозная установка. А точнее, каким социальным паразитам она выгодна. Вот как выглядит обложка моей книги «Урина». Ссылки, по которым книгу можно приобрести, будут под роликом. Если понравилась публикация, ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет по публикации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok